Переболели у нас получается в марте месяце. На Илья Шагабиевой 65. Полгода назад она перенесла ковид. Тогда в военном госпитале провела 24 дня. Говорит, что такого ее организм больше не выдержит. Сегодня пришла на прививку, выбрала ковивак. Видели, что творится в больницах. Вот я такого уже видеть не хочу. Дышать невозможно было, выдохнуть невозможно было. Я кашлем задыхалась так, что у меня сна до сих пор нет, еще не восстановился сон. На Илья Шагабиева стала миллионной привитой от ковид. Только здесь, в поликлинике госпиталя ветеранов воин, каждый день на укол приходят по 200 человек. В наличии все вакцины. Привито 7,5 тысяч пациентов. Это гам-ковид-вак. Спутник лайт 329 человек. Ковивак у нас 50 человек. И пивак-корона 1050 человек. То есть у нас порядка 10 тысяч уже населения провакцинировано. Первым этапом уже 7 тысяч привиты двукратно. Есть и те, кто пришел на повторную вакцинацию. По Татарстану их 2282 человека. Очень много случаев среди знакомых, родственников, которые заболеют. И сейчас продолжают болеть. И много смертельных случаев. Прошли первые прививки 7 месяцев назад. Сейчас идем повторные. Чтобы быть здоровыми, никого не заражать и самим не заболеть. Цифра в один миллион привившихся, конечно же, радует. Однако этого недостаточно для получения коллективного иммунитета. Нужно, чтобы еще столько же человек сделали прививку от коронавируса. Сегодня в Татарстане работает 153 пункта вакцинации. Прививки поступают своевременно. Миллион привитых татарстанцев – это 33% от взрослого населения. Для коллективного иммунитета нужно 60%. Темпы вакцинации сильно снизились. Этим обеспокоены и в Кремле. Если в июле в день прививались до 18 тысяч человек, то сейчас не больше 5 тысяч. Практически неизменный след остается и цифра заболевших ковид. Это 50 человек в день. Какое-то определенное количество людей достаточно халатно и неответственно относится к ситуации. Мы видим, что степень течения заболевания гораздо сложнее, чем ранее. Мы видим, что большое количество молодых людей подвержены, а большое количество пожилых людей сейчас не берегут себя. И это действительно большая, скажем так, нагрузка на систему здравоохранения. Специалисты уверены, единственный способ защитить себя – своевременно сделать прививку. К тому же осень – время обострения сезонных вирусных заболеваний. Поэтому самое время подготовить свой иммунитет.